Здравствуйте, дорогие студенты! Мы рады вас приветствовать на мероприятии День рентгельской культуры, организованном информационным центром ЕС при Херсонском государственном университете. Сотрудники центра вели переговоры с глупокоуважаемым послом Венгрии в Украине. Но в связи с тем, что он сейчас находится за пределами нашей страны, он, к сожалению, не смог присутствовать на сегодняшнем мероприятии, но он был приятно удивлен, что подобное мероприятие проводится в нашем университете и пообещал, что в будущем обязательно встретится со всеми студентами нашего университета. Оно на украинском языке от Миклаша Мораса. Он – надзвичайный посланник и повноваженный министр, заступник посла Угоршини в Украине. Он написал в наш университет ответное письмо «Та провести лекцию в инший час, який згоджуватиметься заздалегідь». «З метою поглиблення культурних та економічних відносин між нашими державами посольство Угоршини завжди готове до співпраці та зацікавлене в налаштуванні дружних стосунків з українськими партнерами. Бажаю вам, шановне пане ректоре, усіляких гаразів та успіхів у вашій важливій роботі, яка значною мірою сприяє процесу виховання освіченої та висококваліфікованої молоді». Мы продолжаем. Романтические вальсы Штрауса, зажигательные мелодії Кальмана звучат в самом названии этой страны. Венгрия – это прекрасный голубой Дунай, бескрайние степи, наполненные волшебним эхом горы. Венгрия – это высокоразвитая индустриальная страна, которая может предложить отличный отдых, увлекательные экскурсии, превосходное лечение. А все в комплексе дает замечательную возможность с пользой и интересом провести время. Сегодня, благодаря конкурсу, мы узнаем более детальную информацию об этой стране. И, может, каждый из вас откроет для себя ее с другой стороны или узнает какие-то интересные факты, которых вы, возможно, не знали об этой стране. Начнем мы с викторины. Что вы знаете о Венгрии? За каждый правильный ответ я буду давать звездочки. И кто соберет их наибольшее количество, получит призы. Но это будет не один человек, а мы разыграем три призовых места. Это третье, второе и первое место. Так что будьте внимательны, активны и получайте призы за свою активность. Девочки, вам, наверное, очень комфортно будет, да, видно? Может, как-то повернетесь, а я отодвину экран. Чтобы вы тоже полноправно принимали участие в старинках. А сзади, ребята, вам видно? Конечно. Первый вопрос. Флаг Венгрии – один из государственных символов страны. Представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос. Какие цвета представлены на флаге и в какой очередности? Второй ответ. Нет, не второе ответ. Красный, белый и зеленый. Правильно, красный, белый и зеленый. Передаем, пожалуйста, звездочку. Второй вопрос. Как вы считаете, в каком году Венгрия стала членом Европейского Союза? В 2004 году. В 2004 году, правильно. Третий вопрос. Как вы считаете, когда Венгрия представительствовала в Европейском Союзе? В каком полугодии какого года? В 3-м полугодии 2011 года. Четвертый вопрос. В каком году Венгрия стала членом НАТО? В 3-м году. В 1999 году. Кто был первый? Сказал 3-й ответ. Правильно. Это вопрос. Какой из этих четырех городов не находится на территории Венгрии? Второй ответ. Думаем. Мешкуль. Нет. Четвертый ответ. Правильно. Отдавите. Давайте будем возглавливать, хорошо? Правильно. Семь лет. Семь лет. Как называется? Правильно. Правильно. Назвучили. Назвучили. Ай-яй-яй. Картинка наша вышла раньше. Картинка подвела. Семь лет. Вопрос. Какая форма правления Венгрии? Как вы считаете? Первая республика. Кто-то к нам пришел очень подготовленный на мероприятие. Баквально. Парламентская республика. Республика, Садович. Восьмой вопрос. Как в средние века называли Венгрию? Королевство кого? Гуна. Озвучиваем. Правильно. Среди, пожалуйста. Абсолютно. Это как раз фотография, картина, как гуны повторяются в Италию. Даже не прочь, как это. В каком средневековом произведении упоминается Венгрия? И вот варианты. Четвертый. Не думаем. Это песня о Нибелунгах. Нибелунг. Да, песня о Нибелунгах. Передаю. Со сколькими странами граничит Венгрия? Как вы считаете? Беги. Не думаем. Четыре. И уже все назвали, кроме правильного ответа. Правильно. Венгрия ограничит семью государствами. Какая из следующих стран не граничит с Венгрией? Босния. Босния. Правильно. Украина граничит. Так там же не граничит. А, граничит. Какая из этих стран не граничит. Тринадцатый вопрос. Назовите крупнейшее озеро Венгрии, которое является важным международным туристическим центром? Балатон. Правильно. Балатон. Тринадцатый вопрос. Какая из следующих стран является самым большим партнером Венгрии по экспорту? Австрия. Нет. Германия. Правильно. Германия. В какой группе или семье языков принадлежит венгерский язык? Германский. Нет. Инолго-тюркская, финно-угорская. Правильно. Пятнадцатый вопрос. Какому из следующих регионов принадлежит Венгрия с культурной и географической точки зрения? В Восточной Европе, Центральной Европе, Палканом или Южной Америки? Европе. Правильно, Центральная Европе. Правильно, Центральная Европе. Передай мне вопрос. Шестнадцатый вопрос. Что в переводе с ренгельского означает «медье»? Город, государство, район или же область? Область. Область. Правильно. Почти. Вообще, Венгрия разделена на 19 таких областей «медье». Как называются валюты в Венгрии? Евро. Форинт, крона или гульден? Крона. Нет. Форинт. Правильно. Кто был первый? Кто был первый? Покажу. Евро. Чемпио. Восьмянский вопрос. Назовите крупнейшее в Европе озеро термального происхождения, у которого расположен... Восьмянский... Арфил. Думаем, нет. Хепис. Хепис. Правильно. А там есть и область такая. Да? Там немецкий, кстати, еще будет. Какой цветок является символом венгерского курортного... Точнее, этого курортного города. Хевис. Лилия. Кто сказал кувшинка? Я. Правильно. Сейчас покажу. Герб города. Как раз и задержим этот цветок. Двадцатый вопрос. Форшан. Венгерский праздник, который является эквивалентом нашей или нашего... Чего? Масленица. Правильно. А кто был первым? Масленица, ты, да? Нет. Он в север. Значит, на ногу, да? Может быть. Как называется национально-освободительное движение венгров за независимость? Венгерская зима. Весна. Да, весна. Венгерская весна. Двадцатый вопрос. Венгерская весна. Когда перестала существовать австрийская монархия? После Первой мировой войны. Правильно. После Первой мировой войны. Назовите вторую... Кто был первой? Следующий вопрос. Назовите украинский... Да. Город по-братиму Будапешта. Венгерская весна. Венгерская весна. Венгерская весна. Как вы считаете, что это за здание? Есть вариант чемпетов? Правильно, да. Кстати, в одном из слайдов, там, где парламентская республика, тоже это было здание, изображено только в другом ракурсе. Да, это действительно венгерский парламент. Двадцатый вопрос. Что такое Маргит? Название чего? Олица была. Остров, да. Правильно. Сейчас покажу. Этот остров. Достаточно. Двадцать седьмой вопрос. В честь кого назван остров Маргит? Сына короля. Нет. Жены короля. Нет. Мамарар. Есть. Дочери короля. Да. Наверное, дочери короля. Но смотрите, остров Маргариты, назван в честь дочери короля Беллы IV Маргариты, но по-венгерски Маргит. Но я звалю Маргарита. Двадцать восьмой вопрос. Сколько островов расположено в пределах Будапешта на Дунае? Семь. Семь. Правильно. Семь. Какая из следующих достопримечательностей Будапешта включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Семь. Семь. Есть вариант ответов. Будайская крепость. Первый ответ. Правильно. А где ты первый? Вот. Будайская крепость. А куда еще? Тридцатый вопрос. Назовите венгерского изобретателя. Скульптора и профессора архитектуры. Всемирно известного благодаря своим объемным головоломкам, головоломкам и игрушкам. И игрушкам. Второй. И Рубик. Конечно, не Рубик. Все вы знаете, да? Кубик Рубика. Это он, да? Да, это он. Тридцат первый вопрос. Венгерский композитор, педагог, публицист, дирижер. Один из величайших пианистов 19 века. Да, правильно. Я еще не успела дочитать. Правильно. Лист. Тридцат второй вопрос. Назовите крупнейшую в Европе. В 70-е. Правильно. И карус. Молодой человек был первый. Тридцат третий вопрос. Какой популярный обащ в Венгрии? Как вы считаете? Нет, не сельдерей. Капуста. Капуста. Правильно. Капуста. Самый-самый популярный. И сейчас уже интересный вопрос. Такое съедобное направление. Что считается деликатесом в Венгрии? Какой у вас? Из гусиной печени. Правильно. Из гусиной печени. Тридцат пятый вопрос. Крайний вопрос. Как называется горная система в Центральной Европе? На территории Словакии, Венгрии? Как? Правильно. Подсчитываем. Какие у нас результаты? Есть чемпион. Есть чемпион? Есть чемпион? Конечно. Это кто? Вы, наверное, да? Ну, просто так чаще вам давала звездочку. Сколько у вас? Тринадцать. Тринадцать. У кого сколько еще? Пять. Пять. Три. Пять и пять. Так. Ясно. И сейчас сколько? Тель. Так. Третье место молодой человек. Мы вам вручаем приз от представительства ЕС в Украине. Поздравляем вас. А теперь переходим к второму месту. Нас разделили два человека. Представьтесь, пожалуйста. Три человека, девушка. А, ты тоже не нулечка, да? Да, я тоже. А, извини, не услышала. Да, у меня есть такой. Активный наш участник наших мероприятий. Так, ребят, значит, три человека. Представьтесь, пожалуйста, какой факультет, как вас зовут? Юридический факультет Мальченко Владислава. Отлично. А, нет, человек, который не поставился. А, мы еще успеем, мы еще успеем. Это первое почетное место. Поздравляем вас. И почетное первое место. Просим вас тоже представиться. Отлично. Поздравляем Диму с первым местом. А сейчас как раз мы ознакомимся с интересными фактами о Венгрии. Как неудивительно, но Венгрия это почти самая древняя страна в Европе. Основана она была еще в 896 году. Раньше даже, чем Франция и Германия. Самые длинные в мире трамваи можно увидеть именно в Будапеште. В этой стране их длина равняется, как вы думаете, сколько может равняться длина, если они самые длинные в мире? 10 метров. Длина трамвая. С трамвая. С километров. Не-не-не, не километры. Метры. 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 Меньше. 96. Почти 54. 53,7. Ну, почти, я был близко. Они очень такими необычными, очень длинными. Хоть 53 метра, кажется, что немного, но на самом деле это очень длинные, когда смотришь, это и видишь. Да, очень. В Венгрии есть традиционный сельский предзимний праздник, которым посвящен заготовке свиного мяса и сала. Раньше в этой стране было очень много свиней, поэтому свинопасы были весьма уважаемые люди в этой стране. Ведь от них зависело благополучие стада и его прибавление. Закалывать свинью тоже было дело очень серьезное, крайне серьезное. Для этой задачи и сейчас приглашают мастеров этого дела. Вообще, отзывы туристов о венгерской кухне всегда восторженные, особенно в части мясных блюд. Средний статистический венгер съедает около полукилограмма сала за неделю. Каждую неделю около полукилограмма плюс-минус. Венгеры считают, что и у них есть море. Однако речь идет о самом крупном в Европе озере Балатон. Удивительно, но у него средняя глубина не превышает, как вы думаете, сколько метров? Неглубокая. Три метра. Три метра, да. Наименование озера Балатон произошло от славянского слова «болото». Как казалось, венгры вообще очень изобретательный народ. Помимо кубика рубика, они пополнили современный мир такими полезными и удобными вещами, как приз у нашего участника за первое место ручка шариковая, изобрел Ласло Биру, также голографии, Денис Габор, язык программирования Basic. Также криптовые лампочки и другие изобретения. А в курортном местечке близ города Мишкольц располагается весьма необычная природная достопримечательность этой страны. Это пещерная купальня с теплой термальной водой. Вот. Такие интересные факты. Это только часть интересных фактов. Мы сейчас продолжим узнавать тоже интересные факты о, но уже о столице. Венгрии. Какой столице? Закон Будапешт. А, это Будапешт. Краткая история центра Будапешта у нас как раз рассказана в этом тексте. Прошу вас подготовить ручки. И в тексте будут скобочков варианты ответа. Нужно выбрать один, который более подходит данном предложении. И потом мы подождем, пока все проверят, или кто у нас. Ну, никакой удобнее будет, что если мы друг другу проверим работу, это будет быстрее и определим, у кого больше всего правильных ответов. Хорошо, ребята? Я раздаю, или вы мне помогаете? Давайте на две части раздаем. По желанию я даю. Кто хочет. И потом проверим. Продолжение следует. Сейчас подождем всех и обменяйтесь листочками близ сидящего вас участника, мероприятие проверим. Давайте, обменяемся и проверяем. Готовы, да, ребята? Готовы, да. Готовы, да. Называют ту часть города на левом берегу Дуная, которая простирается от моста Маргит до моста Свободы. С севера центр города окремляет проспект Святого Иштвана, а с востока и юга Малый проспект. В этой части города находится большая часть ведомств и учреждений государственного значения. На улицах Будапешта, а также на малых улочках между ними и в романтических лабиринтах подземных этого района ждут покупателей самые шикарные и элегантные магазины Будапешта. Иностранные и отечественные банки также стремятся по возможности открыть свои отделения в центре города. Проверяем. 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 Также есть такая привычка называть Венгрию... Что, что, ребят? Ну, проще сказать, иногда Венгрию именуют горячим ключом Европы, так как она входит в пятерку европейских стран, обладающих самым большим количеством термальных источников. В столице Венгрии и Будапеште есть множество старинных купалин. Поэтому этот город является крупнейшим СПА-курортом. И еще, если вы некоммуникабельный человек, то вы легко сможете научиться разговаривать с незнакомцами, если попадете в Венгрию. Там принято здороваться абсолютно со всеми, даже если вы просто идете по улице. Я знаю, что у нас таких в аудитории нет абсолютно. Ребят, сейчас мы с вами просмотрим фильм, чтобы удостовериться наглядно и узнать Венгрию более детально при помощи фильма. Но этот фильм будет не о Венгрии, а о столице Венгрии и Будапеште. Он не длинный, но очень интересный. Венгрии и Будапеште изначально. Здравствуйте, ребята. В информационном центре Европейского Союза благодарю вас за то, что вы сегодня посетили наш центр, приняли участие в нашем мероприятии. И мы впоследствии будем всегда рады видеть вас у нас в центре на наших мероприятиях. И просто заходите к нам в центр, узнавайте последние новости, узнавайте информацию о грантах, степетиях, конкурсах, в которых вы можете принять участие, и провести обучение или же стажировку в одной из стран Европейского Союза. Думаю, для вас такая немаленькая для вас мотивация. И, думаю, вам это интересно. И сейчас попрошу вас оставить свои возможные пожелания в проведении наших мероприятий, какие-то предложения, возможно, отзывы. И мы хотим, чтобы каждый из вас написал свою фамилию, имя, факультет и группу. Точнее, всех присутствующих. У кого есть желание, написать нам или же пожелание, или отзыв, или предложение о работе нашего центра. А вот так, если нацент АПК. Да, да, да. Без полношенства, а так, с другого, и с другого, и с другого. Помещалась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok